Всем привет! С вами Эльвира Варякина и справочник-писатель. Сегодня я вам расскажу о том, как начать работу над своим романом. Большинство людей приступает к работе над книгой и, собственно, ее никогда не заканчивает, или же в конце концов напишет ее и потом бегает и ищет, кому бы ее продать или хотя бы дать почитать, и таких читать или нет. Вот большинство людей, которые попадают в такую ловушку, начинают не с того конца. Они садятся и просто начинают писать. Это все равно, что купить отрез ткани, начать ее кроить, совершенно не имея понятия о том, что, собственно, ты собираешься шить. Результат, разумеется, будет плачевный. Получится у нас половина пальто, половина юбки, да еще с тремя рукавами. На самом деле, для того, чтобы вам облегчить вашу работу, потому что писать книжку – это путь в шествии, и вам потребуется просто определенное понимание, куда вы идете. Вам нужна некая ментальная карта в голове, вам нужны инструменты и вам нужна соответствующая экипировка. А еще лучше, если у вас будет проводник, который вам скажет, вот туда ходи, туда не ходи, потому что я там была и, в общем, могу вам гарантировать, что там ничего хорошего нет. Так вот, самая первая задача, которую вам нужно решить – это у себя в голове сформулировать абсолютно четко, о чем мой роман. Важно, что если вас кто-нибудь об этом спросит, вам должно быть очень-очень легко сказать – я пишу вот об этом. Если у вас вот эта центральная идея не будет сформулирована на самом-самом начальном этапе, вам будет, пускай даже несложно писать, ладно, бог с ним, бывает всякое, бывают люди на одном дыхании, возьмут и напишут книжку, хотя это исключительно редко бывает. Ну, допустим, это ваш вариант. И вот вы, допустим, написали, а потом вам надо эту книгу продать издателям, или же вам ее надо продать читателям своим, если вы занимаетесь сам издатом, и вы не в состоянии им объяснить, что же вы такое написали. И это фундаментальная ошибка, которая закладывается в самой структуре. Почему это так происходит? Да потому что автор не знал, как вообще устроен роман. Он писал, что пишется, неправильно, сшил неправильно свое произведение. И все заваливается. То есть труд потрачен, силы потрачены, а результат – ноль. Чтобы так не случилось, нам нужно выработать так называемую высокую концепцию. Я уже говорила о том, что вам должно быть очень просто объяснить, о чем вы, собственно, пишете свой роман. Давайте я вам приведу пример. Вот «Анна Каренина», роман Льва Толстого – это роман с высокой концепцией. Нам очень легко сказать, что книжка. Это книга о даме из высшего общества, которая изменила своему мужу и поплатилась за это. Теперь попробуем сказать, что такое за книжка. О чем книжка «Война и мир». О войне и мире? Такую книжку сложно кому-нибудь предложить, потому что если у нас непонятно, кто главный герой, если нам очень сложно объяснить, какая основная идея, куда вообще все повествование движется, нам будет сложно а – писать, б – нам будет сложно это дать людям. Смотрите, речь не идет о качестве. Вы можете написать самый распрекрасный роман. У вас может быть абсолютно великолепный слог. У вас могут быть туда заложены какие-то гениальные идеи. Но если вот этого фундамента нет, вам просто будет сложно. Вам будет сложно на уровне написания книжки, потому что ваши герои вообще непонятно куда идут. И это не о вдохновении. Это не о том, что вот как здорово, когда ты начинаешь и не знаешь, куда тебя занесет. Это приключение само по себе. Не-не-не-не. Любого приключения есть некое направление. Если вот вам неизвестно это направление, то тогда вам будет трудно. Именно поэтому вам надо стараться облегчить себе жизнь. Я сама написала множество романов. Некоторые из них даже весьма и весьма неплохие. Кто не верит, может посмотреть мою серию «Грозовая эпоха». Это исторические романы. А кому нравятся книжки повеселее, могут посмотреть на мою серию «Агент Марш» «Женщина с большой буквы Ж». Они смешные. Так вот, я просто из своего опыта знаю, как сделать так, чтобы было в процессе легко и просто. То есть у вас должны быть инструменты, у вас должно быть понимание, куда вы ведете своего героя, и вам должно быть легко объяснить, а про что, собственно, вы пишете. И вот тогда у вас все будет получаться. Тогда у вас будет все работать. Значит, смотрите. Речь идет не о качестве, не о стиле, не о том, какие гениальные мысли заложены в книгу. Речь идет о том, что опытный автор знает технологии. Он просто знает, где топкие места, где можно ошибиться и где вот споткнуться можно в 99% случаев. Вот для этого я сделала свой курс «Успешный писатель». То есть, смотрите. Те из вас, кто присоединится ко мне, получат меня в качестве проводника. Я вам все расскажу. Возьму за ручку, проведу по всем этапам. От простых наметок, от того, чтобы просто сформулировать для себя, что у меня должно быть дальше, как мне преодолевать мои затыки, какая у меня мотивация у героев, что мне вообще дальше делать. Я запутался и не знаю, как дальше двигаться. Да потому что написание романа состоит из двух частей. Это первое – это ваши задумки, ваши образы в голове, а второе – это просто технология, как будто художников. То есть, художники как делают? Они рисуют то, что они увидели у себя в голове изначально. Но чтобы это передать, им нужна технология. Они должны взять вот такие-то краски, такой-то холст и вот так-то провести линию. И тогда у них все получается. А если вот этого базового образования нет, ну, все грустно. Так что, если у вас в груди бьют вот эти невидимые магические барабаны, которые требуют, чтобы ваша книга родилась, ну, значит, приходите, я вам помогу. Потому что я умею помогать. У меня у моих учеников прекраснейшие результаты. Они издаются, они становятся серьезными писателями. И, ну, мне лично это очень приятно, потому что моя специализация, так уж получилось, это открывать таланты. Но таланты надо открывать только с помощью самого обладателя талантов. Если он не пришел, то, ну, наверное, чем ему поможешь? Ничем. Как говорится, коня можно привезти к водопою, но только сам конь решает, будет он пить или не будет. Я вас привела к водопою. Поэтому, идите, граждане. С вами была Эльвира Борякина. Всего хорошего, пока. Увидимся на курсе.